Всем привет, ребят, и с вами Мандрагор. Буквально вот несколько минут, наверное, секунд назад вышло видео про мастурбацию и порнофильмики. И, в общем, не знаю, какой там будет успех просмотра, но хочу, во-первых, сказать спасибо за вообще прошлое, точнее, уже было за прошлое видео про туннели, так как, блин, набрать столько просмотров, это вообще... Но, в принципе, то-то и оно, как бы, новые видео сколько не выходили, но, блин, всё равно так много просмотров, по-моему, вообще не было, по идее, да. Ну, в общем, сейчас затронется тема отношений. Надо сесть поудобнее. В общем, отношения, мои отношения, господи, это просто жесть, так как, блин, я не знаю, что можно там сказать. В общем, мои первые отношения были где-то в 11 лет, в 12, перед тем, как я уезжала в Оренбург. С этим пацаном мы были знакомы очень долго, сейчас он даже со мной не здоровается, либо не узнаёт, либо он козёл, которым надо оторвать его аппарат. Ну, в общем, у меня было, в принципе, не так много отношений, но благодаря этим отношениям я понял, что парни меня не настолько интересуют сейчас, как девушки, как бы, я раньше, как бы, был би, сейчас я в этом просто уверен, так как мне уже без разницы, с кем встречаться, и, бля, я даже девушку себе ищу очень уже давно, с прошлого года эта тема меня затронула, и я такой, типа, чёрт, как же мне надеяли эти парни. И сейчас я тупо ищу себе девушку. Парни, в общем, не ищу. Достали. Да. В общем, сейчас мы поговорим, что меня бесит в парнях. Сколько я уже встречалась, это 7 парней где-то было. В общем, самые мои долгие отношения были с парнем третьим. Я не буду называть их имена и вообще говорить, кто они такие были, я просто скажу то, что... Блин, я не знаю, что сказать. Ну, окей. В общем, третий мой парень был самым долгим. Как бы, первый с ним, окей, мы с ним с детства, но это не считается, как бы, так как встречались мы только с 11 или 12 лет где-то так. И, блин, он разбил мне сердце, вот реально. Я даже могу рассказать, как это было. Это было в то время жёстко, по-моему. Ну, в общем, как это вообще случилось? Мы встречались... Бля, я не помню, сколько мы встречались. Типа, первая любовь не забывается? Ну, бля, забывается, сколько мы встречались, реально. Но, в принципе, недолго. Вот реально, вот с ним недолго. Вот. Всё из-за того, наверное, произошло то, что он перешёл в другую школу. Да, он начал курить, он изменился, слегка в характере даже. И, в общем-то, это было пипец. Да, он был озабоченным с детства, но, господи, к этому человеку я привык. И, не знаю, мне было похеру то, что он был озабоченный и хотел трахаться со мной. Но я ему не давалась, так что флаг в руки и убегай. Вот. Прикаляю, если бы удалась. Я бы его не просто послала, я бы его там просто убила, нахер бы, да. Прям ночью пришла бы домой и убила бы. Ну, в общем, как-то он мне позвонил. У нас ещё кулончики, кстати, были, я им кулончик подарила. Половинки такие. И, в общем, как-то он мне позвонил. Ну, просто кулончик там был. И, короче, говорит такой, типа, мы расстаёмся. И я такой, типа, в смысле? Типа, и тут он мне рассказывает такую вещь, типа, что его брат, которого я даже не знаю, учится в нашей школе, в которой я учусь с первого класса. И он, в принципе, тоже учился с первого класса. Но он никогда меня, как бы, с этим братом не знакомил. И, короче, я, в принципе, тупой ещё был на то время, окей. Как бы, на несколько мгновений я об этом подумала. Типа, брат, чё, а? И, типа, его брат видел меня с каким-то левым чуваком, с которым мы шли по школе за ручку. А в то время я такой человек был, который не знал, что я романтик. И, в общем, в то время, пока я ещё этого не знал, я просто такой, типа, «Что? Какие нахуй ручки? Какие чё? Просто «Здрасте, до свидания, как дела?» Всё. Как бы, нахера по школе вот так ходить и показывать всем то, что мы, типа, вместе? Я этого просто не понимал и даже не ощущал в своей голове. Я об этом не задумывался. А тут он мне говорит то, что я с каким-то чуваком ходил за ручку по школе. Да, он бы ещё сказал, что в туалете, блин, этим занимались, я ему дрочила. Что за фигня? Вот что за фигня? И, короче, я давай, типа, ему, да, это, рассказывать, типа, ничего такого не было, ты там чё, городишь, всё. Я уже на истерику скоро собралась. И, в общем, типа, всё, расстаёмся. То ли он отключается, то ли чё, я не помню. И, в общем, я из комнаты в туалет. Да, из комнаты в туалет и рыдать. И, бля... Я была, наверное, в туалете где-то час или два. Я просто забилась в угол. Вот здесь у нас машинка, получается, здесь ванная. И вот между ними есть, как бы, расстояние. И вот я туда просто забился, как в угол, какая-то мышь, и просто сжался, и всё. И из меня просто жизнь вытекла. Медленно так. И меня просто заело на фразе никогда. Типа, больше ни с кем. Типа, встречаться не буду, всё. Мне никто не нужен. Это просто пипец. Потом он, типа, звонит. Через полчаса, как я вот сижу, там уже всё, я кулон разобирала с клочья, выкинула цепочку в унитаз, что-то там ещё, по-моему, это сам кулончик, который был на цепочке, и он упал через унитаз. Я просто, как бы, в усейки кинула, так что, что куда попало. Вот. И, в общем, звонит через полчаса, ну, это так примерно. Вот. И, в общем-то, говорит, типа, давай останемся друзьями. И я такая, чё? Ты меня бросил? Ты ещё хочешь со мной, типа, друзьями с отцом? И я, короче, послала его ко всем чертям, он сказал, ну, и ладно, типа, я включился, то ли я включила. Я не помню, вот, кто из нас выключался. Вот. И вот, блин, на тот момент я подумала, чё вот я за дура. Я до сих пор думаю, типа, чё я за дура. Лучше бы сказала, типа, ладно, друзьями так, друзьями. Сейчас бы хоть общались и как-то как. Ну, потому что, блин, мне этого человека, если честно, не хватает, так как он заменил мне какое-то счастье, с ним не было весело, смешно, как бы, потому что, ну, реально, хороший был человек. Вот. Тем более, с детства знались таких людей очень мало в моей жизни, так что это вообще пипец. и, в общем-то, блин, это вот вообще. Потом, на следующий или позаследующий день, я гуляла по лесу, и вдруг меня осенило позвонить ему и сказать, что, типа, это мой брат учится в твоей школе, и он тебя видел здоровой бабой. Типа, отмаз за отмаз. Так как я понимала, то, что никакого брата на самом деле нет, потому что, блин, я его не знаю, типа, какого хрена. Ты где? Ты невидимый? Или что с тобой? Вот. И, в общем-то, но прикол был в том, что мой брат реально учился в его же школе и реально, типа, мог увидеть. Вот. И он об этом знал. И, как бы, я ему звоню, говорю, то, что, типа, вот это вот, вот это вот. И он такой, типа, ну и ладно. Он опять со своё, типа, ну и ладно. Я начала ему серик убить, и он отключился. Вот здесь вот я точно помню, что отключился он. И я такая, типа, ну и ладно. Ну и пошёл, ты вообще охренел, по-моему. Такое мне говорит, как будто я сама не знаю, с кем я там хожу, с кем я там болтаю, тогда вообще ху... это... как бы... Как бы... Ты на кого тут на пол-то, а? Вот. И, в общем, вот так вот у меня получилось с моими первыми отношениями. Конечно, я представляла всё не так. Я представляла, что вот мои первые отношения до гроба будут. Вот. Жениться как не хотела, так и не хочу, кстати. Я в детстве даже не хотела, по-моему, жениться. Вот. Вторые отношения. Вторые отношения вообще сложно там что-то понять, так что я вообще не промолчу. Но с этим человеком общаюсь до сих пор. Самый дорогой для меня человек, так что это естественно, по-моему. Самые знатоки поймут, так как я много кому это рассказывал, но здесь и не станут, так как всё-таки мало ли посмотрит мама. Вот. Так что я о них сказать ничего не могу. Вот. Ну и, наконец-то, третий. Самый долгий, так как тут вообще парень такой попался, странный. Всё произошло так, что мы что-то гуляли с моим вторым парнем, и он меня познакомил с ним. И получилось так, что, типа, на веселе, всё окей. Вот. Погуляли. Как бы один день. Потом что-то как-то опять мы пошли гулять, получается, с парнем моим. и... это было на какой-то стройке, на белой, по-моему, стройке нашей. Ну, это, типа, кусочек белого здания, самый низ. И, в общем, мы называем это белой стройкой, да. И, в общем, то ли весна была, то ли чё. Да, была весна, естественно, была весна. Чё, я туплю. Мне было 14 на тот момент. И, в общем-то, опять этот парень, с которым меня познакомил мой парень. Вообще всё складно, прям. Обожаю такие истории. И, в общем, он меня назвал бабой. Я в тот момент не очень любила, когда меня так называют. То есть, как бы, девушка, баба, женщина, всё вот это вот просто не моё. Даже до сих пор меня, когда некоторые люди называют, мне это не нравится, как бы. Из некоторых уст это просто звучит, как реально оскорбление, как бы. Если ты называешь это правильно, то всё ок. Но бывает не так. И, в общем, блин, получается, он шёл сзади меня, называл меня бабой, я поворачиваюсь, и просто я ему даю хук правой, прям по глазу, по-моему, только по носу. И в тот момент, там, по-моему, кто-то ещё был из наших, и в тот момент я просто слышу, даже мой парень орёл, типа, убегай, тебе сейчас проведит встречное. я просто в этот момент стою, и меня в смех берёт немножечко. Вот. Я просто стою, смотрю, а этот парень, которым я треснула полаком, он тупо просто такой, типа, как больно. Это было настолько ржачно, я даже до сих пор вспоминаю, это настолько ржачный момент. Я не знаю, сколько в жизни своей прожитой я била пацанов в лицо, но раза три точно было, и вот все эти моменты, блин, как только вспоминаешь, это просто ржака, просто пет. Вот. И как бы, блин, и как-то вот на следующий, по-моему, день, как-то вот я не помню, он сказал то, что я, типа, ему нравлюсь, и, типа, он хочет со мной встречаться, что, типа, ну, я ему зарядила, и он в меня втёрился. И я такая, почему? В смысле? Вот. И, в общем-то, а, нет, это даже, кстати, было в тот же самый день, ну, просто, типа, уже шли, всё, типа, в тихомедвисе, но парень, по-моему, даже удивился, что, типа, мне не прилетело. Но, в принципе, почему мне должно было прилететь? Окей, я его стукнула, но я как бы девушка, но я нельзя, правда, как бы, где-то пловник, у меня взрос. я же его не по яйцам, еще стукнула, как бы, всё нормально, всё образуется, глаз зажил, нос зажил, я не помню, что там меня ударило, но точно не помежду ног, так что, всё окей. И, в общем, я, короче, сказала, что подумаю, ну, в принципе, я всегда так делаю, это у меня такая проверка для парней, типа, готовы ли они меня ждать, или нет? Это, вот знаете, как вот девушка ждёт парня с армией, вот тут же и с ответом. Вот, кстати, лайфхак, можно сказать, в начале отношений, когда вам предлагают встречаться, особенно это касается девушек, девушки, сначала нужно парня помучить, сказать то, что, типа, я подумаю и подождать три дня. На третий, четвёртый день можно сказать, заодно вы и подумайте реально, как бы, нужно ли это вам, не нужно, нравится ли вам этот вообще человек по каким-то критериям, какие у вас там вообще критерии, я не знаю, мне на то время уже было пофигу, так как, ну, реально, мне было пофигу, я даже не знаю, как это сказать, вот, и как бы, блин, вы реально поймёте, хочет ли реально с вами человек встречаться или нет, потому что, блин, она подумает, типа, вот она меня три дня игнорит, типа, не отвечает, типа, будет ли она со мной встречаться, полюбак она скажет, нет, всё, нахер за ней ухаживать, нафиг вообще с ней общаться, да пошла она, типа, и всё, другую найду. и, в общем, проходит двое суток, на третий, он ко мне приходит с другом, и, в общем-то, мы сидели в подъезде, так болтали, всё, они ушли, и то ли он, то ли я позвонила, вот, и во время разговора по телефону, я говорю, типа, я согласна, и он такой, да, да, вот, а в то время я ещё была, получается, на балконе, и у нас получилось так, что я его вижу, как он идёт, с другом, всё, домой идут, и я такая, я согласна, и он такой счастливый был, господи, в принципе, это реально прикольно, и наши отношения, они, в принципе, были хорошие, блин, несколько раз я даже говорила, то, что типа расстаюсь, причём по телефону, в то время, так как у меня не было, таких, прям, отношений, и я не могла бросить парня, прям, в глаза ему сказать, типа, всё, мы расстаёмся, я говорила по телефону, вот, как меня научил мой первый парень, спасибо, вот, ну, господи, когда я его видела, как он идёт злой, и прям готов, как будто меня зарезать на месте, и я такая, типа, я пошутил, тихо, не вей, и всё, типа, всё нормально, всё нормально, всё, успокойся, мы встречаемся, я пошутил, и всё, и как бы, да, вот, ну, если честно, я реально думала, то, что, типа, зачем мне это, типа, может, всё-таки не мучить человека, я всё-таки, обезбашенный, как бы, да, с годами, с годами я, конечно, утихомирилась, но, блин, стоит меня спустить с поводка, я просто, пипец, пипец, особенно в отношениях, особенно вечером, когда уже темнеет, во мне второй человек просыпается, и я просто становлюсь опасной для любого самца, с которым встречаюсь, да, мои бывшие подвердят, не все, но подвердят, вот, и, в общем-то, блин, наши отношения, они продлились, продлились очень долго, где-то год, даже больше, если не считать некоторых моментов, когда мы расставались, но это у нас, типа, на время было, и потом мы опять сходились, вот, но потом я начала его бросать, причем уже я прям в глаза это могла сказать, то есть, с ним я навовчилась бросать парней, если я реально с ними не хочу быть, ну, или если я их не хочу испортить, такое, кстати, уже было, это я попозже расскажу, с прошлыми еще, вот, и, в общем, блин, если честно, это самые были, по-моему, офигительные отношения, прикол был в том, что, как и с первыми отношениями, я первая, как бы, поступала вперед, то есть, в первых отношениях кулончик подарила я, обычно это, вроде бы, делают парни, как бы, но, скотина, все оставила девушке, всю работу грязно, вот, так же, и, третий, третий, как бы, но, тут не кулончик, тут, поцелуй, в щечку, да, обычно первый поцелуй, как бы, в щечку, в щечку, делает парень, эту работу грязную, все нервы передаются ему, но нет, тут передались мне, и, блин, я, наверное, полдня, думала, блин, как же тебя поцеловать, скотину, потому что, даже не полдня, просто тупо, когда я домой шла, и я такая, типа, типа, уже пора, почему бы и нет, как бы, мужик сказал, мужик сделал, надо как-то решать это дело, и, в общем, я придумала такую, офигенную вещь, как туда-сюда, это, короче, такой прикол, вот, вас парень, провожает домой, а вы потом такие, типа, а давай я тебя провожу, типа, ты меня там, постоянно провожаешь, мне просто это бесит уже, я хочу тебя проводить, особенно, это хороший лайфхак, если вы не знаете, где он живет, это просто офигительно, ну, я тогда знала, где он живет, так что, да, и, блин, это просто офигительно, так как, ты сначала идешь до него, потом выйдете до тебя, потом, вот туда-сюда, пока у тебя просто, только не хватит смелости, а мне смелости хватило только, наверное, на круг пятый или шестой, или нет, или даже еще больше, потому что мы реально, мы очень долго ходили, и уже возле него, я его поцеловала в щечку, и это получилось так, что он, типа, повернулся, по-моему, я, в общем, его поцеловала, и побежала нафиг прочь, как будто, обожглась, и побежала к воде, вот, и, в общем, я просто, потом назад такая смотрю, он идет такой, офиген, просто, типа, вот, и на следующий день, получается, мне уже рассказал, типа, то, что он, типа, домой пришел, весь такой, осчастливающийся, я просто не знаю, как это объяснить, просто словами, что он просто офигел, то, что я его еще первая, тем более поцеловала, и, в общем, блин, девушки, попробуйте так, когда будете в новых отношениях, потому что посмотреть на реакцию парня, это, это классно, играть с чувствами, это иногда хорошо, с такими вот именно чувствами, да, это хорошо, когда вы, пацана, не мучаете, как моя подружка, потом лучше какая, вот, я, кстати, заметила, что многие девушки, реально, просто тупо используют парня, неважно, это в Москве происходит, или в деревне, везде бабы используют мужиков, ради подарков, да, ну, я лично не такая, я просто люблю ихнюю реакцию на всякое, всякое мое, и все, да, и просто нравится с кем-то встречаться, я как-никак романтик, так что, ну, нет, позволительно, позволительно такая роскошь, вот, ну, в общем, расставилась с третьим парнем, и, в общем-то, я уже, получается, по четвертый, четвертый у меня был, получается, он был у меня старше еще больше, потому что второй, вот первый, он младше меня на год был, да, ничего такого позорного нет, как бы, любовь не видит границ, я могу и педофилкой стать, с такими границами, невидимыми, и, в общем, второй, третий, по-моему, одногодки были, ну, не мои одногодки, они сами с собой были одногодки, они были у меня старше где-то на год или два, по-моему, вот, с третьим, кстати, у нас день рождения почти совпали, на три дня, вот, он второго, я пятого, все, развязываю, и, в общем, было классно, да, вот, очень много было веселых моментов, ну, в общем, четвертый, получается, ему было, сколько ему было, 17, где-то так, или 18, нет, по-моему, 17, ну, в общем, он очень у меня старше был, вот, и, тем более, он выглядел еще старше, как бы, но мы с ним повстречались очень мало, так как этот парень был не для меня, это, знаете, такой пацан был, который просто насмотрелся 50 оттенков серого, и хотел такую же девушку себе, вот, и, как бы, не, он был нормальным, с ним очень было классно общаться, но, блин, когда я понимала, что будет у нас на месяц отношений, и я просто такая, дайте мне топор, и, и его джинсы, вместе с ногами, и причиндалом, просто, чтобы уже не мучился, потому что это пипец, я не знаю, где он себе найдет нормальную девушку, как он раньше мечтал, может, у него сейчас изменились приоритеты, может, он все понял, почему от него девушки сбегают, но, на тот момент, я просто хотела найти поскорее топор, и, укоротить его, стручок, вот и все, я просто не знаю, что еще можно сделать, чтобы тихомирить такого самца, вот, и, в общем-то, у нас все было нормально, но, из-за чего мы, в принципе, расстались, это из-за того, то, что вот именно он спешил, и планировал, я не люблю, когда парни планируют, на, такое большое, как бы, количество дней, то есть, там, на месяц, на два, три, как бы, планировать, окей, на неделю, там, желательно, на два дня, но, на месяц, там, еще что-то, это уже, по-моему, слишком, так как, это просто на все тупо, и, мозги свои, просто этим загаживать, я не вижу, окей, ты там можешь планировать, куда ты поедешь поступать, если ты уже точно, знаешь, что ты туда поедешь поступать, но, когда, ты планируешь, что ты со своей девушкой, что-то там, и, причем, не зная, что это реально получится, ну, я так считаю, что это, навряд ли получится, то это, по-моему, пипец, причем, в отношениях, в принципе, от парня, ничего не должно зависеть, потому, что, все зависит от девушки, в сексе, точно так же, если девушка согласна, будет, если нет, и все, тут тупо третьего не дано, ни в коем случае, если ты не маньяк какой-то, или еще чего-нибудь, как бы, все, третьего не дано, и, как бы, в отношениях, в принципе, то же самое, но здесь, слегка, конечно, по-другому, так как парень, все равно, здесь тоже, такую роль, важную, играет, как бы, без парня, нет отношений, ну, или вообще, без второй половинки, какого бы пола она ни была, на счет, планировать на месяц, это ошибка каждого, и вообще, на, на большую дату какую-то, на большое число, вот, и, в общем, эти отношения продлились, очень так мало, наверное, недели две, силы, нас даже один раз, по-моему, соединить пытались, заново, типа, типа, помирить, и все такое, в общем, и все равно, где-то там, через день-два, все равно расстались, вот, так как ничего не получилось, я уже сама хотела с ним расстаться, и я просто, не хотела, вот, и, кстати, рассталась я с ним сама, но, опять же, тут я не говорила, то, что, типа, мы расстаемся, вот, я просто сделала так, чтобы он меня бросил, да, я этого скотину от себя толкнул, вот, девушки, многие парни не любят таких девушек-игнорщиц, вот, не любят, на своем методе, я это попробовала, один раз, конечно, но попробовала, в общем, как я с ним рассталась, он знал, то, что я анимешник, я смотрю аниме, и все такое, пришел ко мне домой, типа, то ли пошли гулять, то ли что-то такое, он сказал, и, в общем-то, я так, типа, ему говорю, что, я смотрю аниме, подожди уж, и, в общем, я просто то посмотрела аниме, его игнорила, и все, и он такой, типа, пошел ты нафиг, хлопнул моей, моей же дверью, кстати, и ушел, я такая, ну и ладно, пошел ты, и все, как бы, да, но мы остались друзьями, он даже после армии пытался меня вернуть, но, нет, с таким человеком я просто не смогла бы быть, вот, ну, если честно, я вторая была девушка, с которой он реально хотел отношений, вот, не знаю почему, но некоторых парней я реально на стойку просто завораживала, что они хотели со мной заново встречаться, но, блин, вот, потом, скажу короче, в общем, четвертый парень меня вообще еще меньше продержался, это опять же, из компашки нашей был, мне вообще потом девка из компашки нашей говорила, знакомая очень, она была со мной, с детства мы с ней знались, слегка, со школы, и, в общем, она мне говорила, то, что, типа, вот, со всеми практически парнями из нашей компашки пересвечалась, я такая, типа, да, пополняем коллекцию, вот, и, в итоге, это реально почти оказалось правдой, с одним я не встречалась, конечно, но у нас тоже было кое-что не полового этого, но было, но это потом, и, в общем, получается, пятый, да, пятый парень, я с ним просто встречалась где-то неделю, может, чуть меньше, просто из-за того, то, что я не хотела его испоганить, как я погажу некоторых парней, просто реально, парень был очень хороший, несмотря на его пухловатость, на гору мышц, чтоб не обидеть, реально парень был не для меня, то есть, он реально был хорошим, очень таким, но, блин, у меня даже, вот, мы его встречались, когда я встречалась с четвертым парнем, он мне тоже, кстати, подарил подарок, это вот, на какой день, на день, то ли второй, то ли третий уже день, он мне подарил реально букет и медвежонка, а в букете еще была открыточка, и, блин, человек просто настолько заморочился, он отработал деньги, плюс он на работе, там, типа, специально для меня игрушку выиграл, он там, типа, товары перезагружал, то ли что, короче, какую-то фигню, как вот на день в городе у нас, типа, в шарики пулять, дротики, и за это, типа, получаешь какую-то игрушку, там, еще что-то, и, в общем, он выиграл для меня этого мишку, и это было классно, он затронул мое сердечко, вот, и, как бы, пятый пацан, он мне подарил, получается, сережки, причем уже на второй день, или, опять же, на третий, где-то так, и, как бы, блин, прикол был в том, то, что мы с почти целой компашкой шли по березовой роще, и нас оставили наедине, ну, как оставили, мы просто в хвосте шли, вот, и он такой, типа, давай попробуем, типа, встречаться, и такая, ну, давай, и он такой, да, ура, типа, все, и мы, по-моему, даже сразу почти за руки это все, как бы, вот, и, блин, это вообще, но, опять же, здесь он немножко спешил, по-моему, вот, так как мы начали уже целоваться немножко, как бы, где-то на первый или второй день, и, в принципе, это очень как-то поспешно, по-моему, даже, вот, если у девушки, блин, пацаны, вот, реально, если кто-то из вас молит, и мало кто встречался с девушками, такие, реально, есть пацаны, я таких знаю, блин, сначала лучше либо спросите у девушки, либо сами додумайтесь как-то, стоит ли спешить в отношениях, по идее, не каждая девушка хочет, чтобы в отношениях была какая-то спешка, даже если это тупо какое-то поцелуй в щечку или в губы чмок, не засос, ничего, просто, и все, как бы, ну, блин, и просто, как бы, говорю то, что не надо спешить в отношениях, либо поговорите с девушкой, стоит ли вам, как бы, на новую ступеньку подниматься, или же лучше еще немного подождать, чтобы она как-то к вам привыкла, или сама к этому была готова, чтобы она знала, что вы, как бы, хотите долгих отношений, а не раз-два, и через две недели вы опять никто друг к другу просто знакомый, или вообще никто, реально вообще никто, как бы, не здоровайтесь, ничего, и как бы, блин, вот реально, не спешите в отношениях, говорите со своим партнером просто, совсем просто, обо всем, вот, просто о месячных, обо всем просто на свете, когда у нее что болит, и где у нее что болит, когда у нее что, чтобы просто знать своего оппонента, окей, может девушка иногда будет не готова к каким-то разговорам, но, хотя вы просто пытайтесь ей намекнуть, чтобы она поняла, что вы хотите вот, побольше, как-то получше ее узнать, и как бы, вам тоже надо в этом часу, то есть, вы тоже будете что-то свое рассказывать, чтобы друг друга понимать, но это надо делать все постепенно, так будут складываться лучше отношения, и вы будете лучше друг друга знать, потому что, блин, без этого ваши отношения не отношения, а просто вы хотите просто с кем-то быть, чтобы, я даже не знаю, чтобы что-то делать, я не знаю вообще, что у людей в голове, я вообще людей не понимаю, какие-то тупые создания, если честно, реально, такими законами вы тупые создания, я не знаю, еще можно назвать, есть, конечно, хорошие люди, да, мои создания, но черт, когда ты понимаешь, что многие люди такие, такие, ну что, ничего не скажешь, вот, ну, в общем, мы затянулись уже надолго, да, в общем, что еще могу сказать, так, шестой парень, шестой парень, я не помню, вот, честно, я не помню, либо это было, с которым я на видео рассталась, либо, либо я не помню одного парня, так что, окей, сразу, если что, перескопнем, и расскажу о последнем парне, с которым встречалась и рассталась, в общем, это, по-моему, не секрет, как я последний раз с ним рассталась, расставались мы с ним около четырех, по-моему, раз, и с каждым разом я все больше и больше его переставала любить, и вот самые первые, когда мы расстались, это было, как будто, вот, с первым рассталась, это было настолько просто мучительно, что после этого случая я попала в больницу, и, если честно, я этого человека просто виню в этом, потому что я никогда так серьезно не болела, по-моему, у нас чешется, что за фигня, вот, ну, в общем, здесь была моя ошибка, я, конечно, не такой человек, который изменяет направо и налево, просто так получилось, реально, блин, я просто сожалею об этом моменте, это просто позор, позор для меня, вот, но, походу дела, такое бывает с каждым, вот, особенно, кто набухается, в общем, случай был в том, то, что, как раз-таки, с последним, с кем я не встречалась, в компашке, вот, на тот момент я была в отношениях, как раз-таки, с последним парнем, и, в общем-то, меня просто друг позвал бухать к нему на хату, он спросил, что я хочу выпить, спросил, что еще взять, и, в общем, он взял мне эссу, где-то 2 или 3 бутылки, вот, я думала, то, что меня берет только клинское пиво, и, в принципе, это правда, оно меня до сих пор берет, но я уже пиво не пью, вот, я не знала, то, что эсса, это такой дремучий напиток для меня, что просто пец, с одной бутылки меня не унесет, но вот с двух, особенно с трех, это, эх, вот, и, в общем-то, я понимала, то, что, типа, нафига я это делаю, у меня парень болеет, а я тут бухать иду, типа, ну, блин, я реально, я просто не знала, что мне делать, потому что, я просто задолбалась учиться, меня просто настолько это все выбесило, что я такая, типа, как же мне это надоело, я хочу бухнуть, так как я человек, в принципе, не пьющий, но иногда охота, очень, и ты понимаешь, что, блин, либо я начну курить, либо я один раз выпью, потому что, у меня есть такая фигня, фишка, я не знаю, как это назвать, что, если меня в жизни начинает все бесить, я просто начинаю курить, и я просто могу целую неделю курить, но я потом бросаю, как бы, потому что я понимаю, что это пипетка подводит меня, тем более, я против курения, я против бухла, но против курения я гораздо больше, как бы, ору, типа, я вообще курить ненавижу, но, бля, когда нервы не к черту, это самое оно по ходу, тем более, когда рядом с тобой очень много людей, которые курят, это очень сильно реагирует на мое внутреннее я, вот, и в голове, что тут сок, и все, у тебя в руке сигарка во рту, не понять, что за запах, и ты не знаешь, как от него избавиться, но летом, конечно, помогали листочки, окей, а зимой, ты что будешь делать, снег жрать, он не поможет, да, ну, в общем, и я все-таки пошел пухать, я себе еще сказала, то, что, типа, возьми мне яблоки, он мне две штуки взял, и, в общем, сижу, жару яблочко, пью, эссу, все, как бы, хорошо, с его рук, чипсы жру, я не знаю, зачем я это делала, типа, у меня руки, наверное, заняты были, то ли что, я даже не помню этого, ну, типа, в одной руке, наверное, яблоко было, а в другой бутылка, вот, и, типа, а, открой, ротик, дайте мне, сухарик, вот, и, в общем, я не знаю, что я творила, и, потом приходят, то ли тетя, то ли кто, я не помню, помню, какая-то баба, и мы пошли на заброшку, и, в общем, там я тоже выпил бутылку, дома я не помню, выпил сколько у него, я выпил, наверное, бутылки, две как раз-таки, или полтора бутылки, потом спрятал половину, вот, и, в общем-то, получается так, что я еще на заброшки добавила себе, и я просто чувствую, что, что-то мне хреново стало, как бы, прикол в том-то, что даже если я много выпиваю, тупо коньяк, даже, буду пить, там, водку, мне без разницы, я как бы трезвый, укачивает, окей, но я трезвый, я вздравий, но, черт, это мне так ударило, то, что, я просто чувствую, что меня сейчас вырвет, и я такой, типа, слушай, что-то время много, типа, мне надо домой, то есть, я сделала намек, на, намек на то, что я хочу уйти, вот, и, блин, это просто закон был подлости, потому что, черт, я, я вот не знаю, что на тот момент случилось, но, как бы, мало того, что начался ливень, вот, реально, был ливень, тупо начался, вот, вот, только я хотела уйти, начался ливень, и, блин, меня чуть ли не вырвало на месте, возле прохода, то есть, мы сидели вообще в темной части, заброшки, я уже, как бы, все вышел, как бы, практически, вот, вот, вход, вот, выход, как бы, тут все стоит, не хватает, вот, мне трех шажочков, и вот, мало того, что я чувствую, что, не дай бог, меня сейчас вырвет, а я не хочу еще опозориться, как бы, перед товарищем, и ливень начался, и я такой, за ним, и, блин, я не знаю, как у нас произошло, это что, мы начали целоваться, целоваться, как бы, как бы, и че, окей, если там просто, типа, раз, два, и все, но нет, мы остались просто никак не знаю, что, я такой, типа, в голове-то я думала, что, типа, блядь, если Дима узнает, а он, я понимаю, то, что я сейчас назвала имена, окей, но фарш, типа, если он узнает, то, что, типа, блин, че, типа, будет, и все, вот, а он еще болеет, а я на тот момент, я понимаю, то, что, типа, он болеет, это значит, если у него будет стресс, как бы, у многих людей так бывает, то, что, человек болеет, у него начинается стресс, он еще сильнее может заболеть, как бы, пойдет осложнение, я, как бы, тоже слегка, болел, но не настойка, у меня просто, как обычно, горло просто только болит, как бы, для меня это обычно было дело, что у меня просто болит горло, вот, ни жопы, ни температуры, ничего не болело, просто горло болит, несколько дней, все норм, но нет, это вот, просто пипец, мне надо было вот с ним сосаться, окей, пососались, я ушел, я вот пока домой шел, это вот, я вот иду, и я просто думаю, как мне признаться, и, короче, в голове у меня просто такая истина сплыла, то, что, не важно как, главное, что, как только я его увижу, я просто скажу, типа, пошли поговорим, и я ему расскажу все, вот, и, в общем-то, буквально, вот, наступил вечер, тупо кинчер наступил, мне звонит подруга, которая была, кстати, выявлена в этого парня, с которым я бухала и сосалась, и она говорит, что, типа, вот он мне сказал, то, что нам надо сделать паузу, то есть, я так понял, то, что они там тоже, типа, встречались, но у них, правда, отношения такие были странные, что просто пипец, как бы, не знаю, он какой-то доминант был, наверное, вот, или собственник, что-то такое, ну, в общем, хотя доминант и собственник, это почти одно и то же, именно в тех отношениях, вот, и в общем, и она мне говорит, типа, вот, что-то вот тут не так, и я такая, и в тот момент я чувствую себя виноватой, слегка, и такая, несколько секунд, такая, думаю, типа, блин, признаться, не признаться, сказать ей не сказать, чтобы она знала, потому что она, типа, все равно же она моя знакомая, она моя подруга в какой-то степени, и я такой, типа, ну, ладно, расскажу, и в общем, я ей говорю то, что мы сосались, и она такая, чё? Она такая вся в истерике, и, короче, и, блин, а он мне еще сказал, типа, не говори, а я же не могу не сказать, потому что, ну, я ее же знаю, она все равно, если, тем более от него, как-то это, и тогда это жесть будет, она меня тогда бы точно убила, а так, я ей хоть сказала, она меня не убила, даже морду не набирала, хотя бы надо было, потому что, блин, я до сих пор себя чувствую виноватой, может быть, я бы спасла отношения, в какой-то степени, лучше бы она мне морду набила, но уже поздно, да, вот, и, в общем, получилось так, что об этом познали одногруппники, в основном, это были девочки, так как они больше все-таки были знакомы с ней, одна была знакома, точнее, с ней, и она всем рассказала, и, в общем, все об этом познали практически, черт, как назло, я заболел, и в этот день пришел мой парень, и ему все рассказали, и тупо, получается, в ВК, вот, если честно, здесь вот, он поступил неправильно, так как, блин, хотя бы позвонил и сказал, что расстаемся, но, он поступил как баба, таких я вообще не уважаю, и после этого я поняла, что он козел, да, мне правильно глаза открыли эти, вот, люди, что он козел, теперь я это знаю, человек, он хороший, но он козел в отношениях, и, в общем, он тупо меня бросил через ВК, через СМС, вы понимаете, насколько это по-бабски, я бы не сказала, что это низко, так поступают, просто девушки, даже девушки, так, наверное, сейчас не поступают, они и то лучше пацанов сейчас, по-моему, вот, но, блин, чёрт тебя побери, по-бабски, это настолько по-бабски, по-крайней мере, в прошлые времена, я точно так думаю, что, это просто, это даже не по-бабски, это вообще не понять, по-какому, ну, точно не по-мужски, вот, точно не по-мужски, потому что, если ты мужик, ну, или хотя бы пацан, пацан свое дело, он знает, он как бы, скажет тебе напрямую, или хотя бы позвонит, но по-смске, по-вк, спасибо, что деньги не потратила, ну, как бы, с смс-ок, ну, ну, я хотя бы деньги сняли, это ещё умный, блин, по интернету, блин, вот, вообще, не честно, по-моему, вот, и в общем, блин, там такая истерика была, пока не пришла моя подруга, я билась в истерику, меня мама успокаивала, как бы, я просто орала, как резаная просто, типа, типа, вот, он меня не просит, он мне не перезванивает, ничего, я ему пыталась позвонить, он тупо, либо сбрасывал трубку, либо вообще её не брал, и, блин, там такая истерика была, если честно, а я ещё как раз в это время, я перебирала, там, игрушки, по-моему, свои, что-то, в пакете там перебирала, всякие вещи, свои старые, именно игрушки, там что-то вот такое вот мелкое всё, и, блин, я, ой, я просто как бы, звоню уже подружке, потому что я просто не ухожу, выхода, кроме вот, убиваться в истерике, реветь, орать, и всё на этом подобие, а у меня ещё горло больное, как бы, оно у меня к вечеру проходило, но днём я, особенно утром, я почти говорить не могла, как бы, а тут я ещё ору, как бы, вечером, я понимаю то, что, как бы, учёб будет утром, то, что я вообще реально без голоса могу остаться, но я наоборот даже специально, как будто, орала, то, что, типа, я лучше нахрен, голос потеряю, на всю жизнь особенно я хотела реально потерять голос, но, бля, как же я хотела вот просто орать и всё, потому что мне настолько было больно, потому что, блин, чужие люди влезли в мои отношения, тем более, взяли вот так вот, вот напоганили, потому что я хотела сделать всё по-человечески, они, они напоганили, да, они тупо напоганили, и как бы, блин, если честно, по-моему, вот, это не круто, ребят, вот, реально, вот, кто вот так вот сделал, если вы смотрите это, то, блин, никогда так не делайте, не лезьте в отношения людей, вот, в своих разбирайтесь, окей, но, блин, даже вот, я тупо всем это говорю, даже не только тем, кто вот накосячил в моих отношениях, никогда не лезьте в отношения чужих людей, даже если это ваша лучшая подруга, если вы только за неё не заступаетесь, не лезьте, вот, не лезьте, и всё, пускай они разбираются сами, вы сделаете только хуже, потому что, тому, кому вы рассказали, то, что, типа, вот, он там изменил, или она тебе там изменила, вы сделаете только хуже, этому товарищу, то, что вы ему рассказали, потому что он сразу подумает, то, что, почему она мне не рассказала, или он мне не рассказал, типа, значит, он, козёл, всё, как бы, то есть, он не мужик, он не мог мне признаться, или ещё, что-то в этом роде, и прикол в том, то, что, окей, они рассказали, а не преувеличили настолько, что такое чувство, как будто я с ним, на кровати кувыркалась, и вот, я просто не понимаю, нафига, нафига, вот это вот всё, вот сделали, они, нафига, вот, что в этом было хорошего, я не понимаю, окей, я оказалась там, похотливой сучкой, которая, сосаться с каждым лезет, ну, чё, проявлечить настолько, что я как будто там, реально ему, ага, это вот, это вот насколько вы там, вот, охренили, а, вот я вот ещё это не понимаю, потому что, блин, я вот, я никогда не лезла, в какие-то отношения, да, я там, конечно, с этими напортачила, но, чтобы кому-то говорить, то, что вот он там тебе, изменил, то, что, давай с ним расставайся, и всё, подобное, там, справки наводила, никогда, вот, реально, никогда, я надеюсь, никогда этого не случится, даже если, что-то будет подобное, я всё равно никогда не скажу, то, что вот он там тебе изменяет, то он, трахается со всеми подряд, и так, что это вообще, это вот вообще, я не знаю, вот, и, блин, это вот настолько просто было, мерзко со стороны моих одногруппников, я просто разочаровалась в этих людях, и поняла, что там нет никого, кому я могла бы доверять, и вот, всё, просто на этом, вот, что касается, кстати, потом мы всё равно с ним как-то сошлись, я вообще, вот, в больнице, как бы, когда была, я знала, то, что моя подруга с ним пыталась поговорить, как-то, всё-таки ему объяснить, что я ни с кем там нет, просто, был поцелуй, окей, но, как бы, ничего не было, и то, что я хотела рассказать, как бы, но, он даже, по-моему, подругу не хотел слушать, меня он вообще не хотел слушать, а её тоже, как бы, вот, он не пришёл у меня нависить в больницу, вот, если честно, я не понимаю таких парней, потому что, вот, если бы я была на его месте, я бы начала переживать то, что, после нашего расставания, я названивала, пыталась там его это, и прикол был в том, то, что, сразу после того, как мы расстались, я не пришла на учёбу, плюс, я была в больнице, и он даже не подумал, то, что это могло случиться, из-за того, что, как раз-таки, я нервничала, оравла там, дома у себя, вся в истерике, подругу еле успокоила, вот, причём подруга пришла ещё вечером, когда уже очень было поздно, она пришла, как бы, то есть, это вот, если подруга, так подруга была, как бы, ну, как бы, да, вот, и, блин, это просто пипец, как бы, ну, окей, вот, я после этого, пыталась ещё, как-то, с ним сойтись, пыталась, всё-таки, с ним поговорить, не в какую, конечно, то есть, как бы, всё, человек думал, что я там уже сплю со всеми подряд, и, в общем, через недели, две, три, я уже всё, я подумала, я поняла, что человек козёл натуральный, я всё обдумала, как он со мной поступил, и поняла, что, пускай он ещё попробует такую же найти, как я, и посмотрит, как она будет с ним, вот, встречаться, с таким, вот таким, вот, это вообще, я осмыслила, как я могла с таким встречаться, просто, он ничто из себя не представляет, планы вот такие, вот, с дырочкой, и, как бы, я вообще не понимаю, как я могла с ним встречаться, реально, не знаю, просто, вот, и, в общем, сошлись, как-то вообще, по-дурацки, так как, я уже о нём забыла, я уже посчитала, то, что, ну, ладно, зато он потом поймёт, кого он теряет, как бы, со мной он уже никогда не будет, так, так что, всё, и, как назло, получается так, что, он мне пишет в ВК, или звонит, что-то такое вот было, то ли, смс-ку он послал, по-моему, он не звонил, это точно, и, в общем-то, типа, нам надо встретиться, иди на паче, и я такая, что? Я только о тебе забыла, и ты хочешь со мной встретиться, плюс ещё пара идёт, первый урок, последняя, слава богу, пара, но первый урок, и, чёрт побери, я ушла со второго урока, как бы, ну, окей, предмет всё равно был так себе, ну, нормальный, но, что-то не то было, по сравнению с другими, и, в общем, я ушёл, всё, иду, его встретил, и, в общем, мы поговорили, и он такой, типа, давай, попробуем заново, типа, встречаться, всё такое, и я такая, ну, давай, и он такой, главное ещё, говорит, типа, что ты так, типа, отвечаешь это, легко, так, и я такая, типа, нет, нет, я просто в шутнике, всё такое, то есть, я уже, как-то, остыла к нему, что ли, я уже поняла, какой он козёл, и всё-таки, такая подумала, то, что, почему бы нет, может, всё-таки, у нас что-то и получится, может, я поменяю к нему своё мнение, и, может, чувство вернуться, всё, тому подобное, и, блин, я не знаю, сколько мы с ним пора встречались, но, мы расходились, сходились, где-то, около четырёх-пяти раз, и, как бы, с каждым разом, я понимала, что, он козёл, и всё на свете, а в последний раз, когда я с ним рассталась, мне потом, кто-то сказал, то ли одногруппница, то ли, кто-то, вот, из тех 0, то, что, типа, он с тобой встречался, чтобы потом переспать, у меня такая, флаг ему в руки, переспал бы он со мной, со мной ещё ни один, не смог, как бы он, не желал этого, и, как бы, я даже этого не желала, хотя я этого не желаю, как бы, перепало бы ему тут, ага, что-то, как бы, нет, я только с одним, вот, реально, с одним, чуть ли не это, но, в последний момент, отказала, а тут-то, тем более, шансов 0, причём, такой 0, что его почти не видно, так, он ещё хвастнул, каких поискать, он про свой, вот этот, вот, петушок, говорил, как не знаю, про что, что он у него, как молот, вот, сизовый, как бы, блин, у него, наверное, стручок, вот такой, вы знаете, парни, вот, которые хвастаются своим стручком, о чём вы только думаете, когда говорите девушке, то, что, вот, у меня он такой, вот, здоровенный, 15, там, 20 сантиметров, да, какой нахер, 20-15, вот, реально, вот, парню, лет 17, какой-то, может быть, стручок, вот, в лет 25, там, да, там уже, струганец, такой вот, огроменный, но, господи, в 17 лет, да, ты нахер, вот, в подушку, блин, его забей, кукарек, сколько хочешь, вот, реально, это вот, это настолько ржачь, мне просто, вот, вспоминаю сейчас, как вот он хвастался, я не понимаю, как вы хвастаетесь, ребят, пацаны, бабы не хвастаются своими сиськами, а вы хвастаетесь своим стручком, что в этом хорошего, вы только даете ей повод, вас, правильно будет, наверное, сказать, усомниться, и понять, что вы, вот, ничего из себя не представляете, парни, которые хвастаются своим стручком, это только значит то, что сушечок маленький, запомните это на всю жизнь, если вы досмотрели это до конца, вы это поймете, как бы, по-моему, тут уже, все, и так было бы очевидно, вот, так что, что касается, девушек, с девушками у меня, конечно, не получилось встречаться, одной я предложила, но предложила рано, так как затягивала с этим, вот, прикольте, девушка мне понравилась где-то в прошлом году, в ноябре, вот, я хотела предложить ей встречаться, конечно, в декабре, но я отложила это на 14 февраля, и, в общем, буквально, в прошлом, да, в прошлом месяце, после своего ДР, я все-таки нашел себе хоть какие-то силы написать на бумажке, все, что я думаю, и, в общем, получилось так, что у нее уже есть девушка, как бы, да, не, у нас было что-то в виде отношений, но, как бы, эти отношения, их было сложно назвать, мы, типа, муж и жена были, но, ничего дальше, держания за ручек не было, потому что она сказала то, что, типа, после третьего свидания мы только начнем целоваться, и, как бы, как я не старалась на свиданку ее позвать, она тупо, как бы, находила прелок, под которым она не могла прийти на свидание, я понимаю то, что она мне не врала, но, блин, было обидно, как бы, если бы мне предложила девушка, типа, пойти на свидание, господи, да я бы побежала среди ночи даже на это свидание, как бы, и все, потому что, блин, для меня это важнее не знаю чего, особенно весной, так как я, блин, вот весной у меня просто обострение, что я хочу встречаться, я хочу отношений серьезных, тем более, и для меня отношения это очень важно, я просто, пипец, какой романтик, и без второй половинки мне очень тяжело, у меня просто нервы скоро будут на пределе, наверное, вот, сорвусь, педиком стану, вот, что я еще могу сказать, ребят, вот, реально, берегите своих половинок, потому что, если вы с кем-то встречаетесь, вот реально, берегите, найдите, реально, того человека, который вам нужен, вот, я ошибся, где-то, шесть, семь раз, или даже больше, я просто так могу влюбляться, причем каждый день, вот, влюбчивый человек очень, но, черт, ребят, ищите свою половинку, но при этом не делайте ошибок, если вы досмотрели до конца, я надеюсь, вы это слышите, вот, так, это очень важные, я думаю, слова, никогда никому не изменяйте, даже если вы бухой, старайтесь не изменить, может быть, у меня подсознательно получилось так, что я изменила, типа, отомстить всем, кто мне изменял, так как сколько раз я расставалась с третьим парнем, плюс еще первый напаганил мне в душу, как бы, тут в принципе, да, тут неплохая вышла месть, но черт, как бы, все равно, не изменяйте никогда, даже если вы хотите тупо вот напаганить человеку в душу, никогда не изменяйте, потому что после этого с вами никто, скорее всего, не захочет быть, потому что, блин, я не знаю, кто захочет быть с таким человеком, зная то, что он может изменить, как бы, я понял свою ошибку, и, блин, я понял то, что не стоит бухать с парнями, не стоит, мало ли до чего ты можешь довести, ну, с девушкой, если ты встречаешься с парнем, то, как бы, многие парни не против, если ты изменилась с девушкой, вот реально, у меня есть такие парни, у меня было таких много, почти все, и, в общем-то, тут ничего такого нет, если ты с противоположным полом, в принципе, изменил, просто поцеловавшись, я думаю, это еще допустимо, но, если ты изменился таким же полом, это пипец просто, как бы, твой жесть начинается, вот, так что, как-то так, поэтому, вот, я не против таких отношений, когда, типа, человек встречается с двумя, но, при этом, противоположными полами, правда, главное, чтобы они не сошлись, а то будет обидно, если ты собственник, если нет, то, окей, свободные отношения, как бы, я за свободные, но, если полуразные, вот, кстати, вот, у меня, есть такая одногруппница, которая, у меня спрашивала, типа, что же она спрашивала? Я уже забыл, а, то, что, типа, как-то, недавно, на паре, у меня одногруппница спросила, почему у меня шнурки завязаны вокруг ноги, я сказала, что мне так свободно, то, что, типа, обувь не выпадает, но, при этом, свободно все, не обтягивает ничего, ну, реально, мне так удобнее, у меня не выпадывает обувь из ног, потому что, когда тебе человек наступает на ногу, бывает, нога выскакивает, особенно у меня, и, как бы, так легче не потерять ботинок, потому что он вокруг ноги твоей, завязанный, и, хрен, ты его потеряешь, вот, даже если порвется подошва, все, что сверху, оно останется, сверху, и, в общем, как-то так, и, я сказал такую глупость, то, что, типа, я люблю свободу, и люблю ее во всем, и она меня так поняла, то, что я люблю также свободу в отношениях, то есть свободные отношения я люблю, ну, как бы, по мне понятно, это было, никак, было, даже спрашивать не стоит, я, во-первых, бисексуал, и, не знаю, как у большинства бисексуалов, но, у меня свободные отношения, это норма, если моя половинка встречаться будет противоположной мне, как бы, половиной, как бы, то есть, если, к примеру, я встречаюсь с девушкой, то, она может встречаться с парнем также, но, если она будет встречаться, там уже с девушкой другой, то будет слегка неприятно, но, окей, можно, в принципе, и треугольник создать тогда, зато, так что, в принципе, это еще норм, вот, так что, да, если, конечно, вторая половина, не хочет отбить мою половину, и, в общем, господи, что я несу, в общем, ребят, еще расскажу, берегите, реально, вот, свои сердца, своих любимых, просто берегите, потому что, это перец, лучше берегите своих родственников, потому что родственники, они сбегут только от вас в гроб, или в другую страну, переехав, или вы от них сбежите, когда, там, уедете куда-то учиться, или работать, как бы, ну, все равно кровь останется кровью, что касается, с теми, с кем вы будете встречаться, любить, и так далее, и так далее, тут, реально, надо постараться, чтобы, все получилось, чтобы половина от вас не бегала, вот, так что, я надеюсь, что, все у вас получится, и что от этого видео был какой-то толк, потому что, в принципе, по моим отношениям, я думаю, некоторые поймут, как не надо поступать, с девушками, или парнями, вот, но, правда, что, самый, по-моему, главный здесь урок был, это то, что, не нужно спешить в отношениях, и нельзя изменять, как бы, нужно терпеть, да, я уже год терплю, жду, когда кто-то появится, но, пока никого, вот, если вы из моего города, можете мне написать, может, с вами будут, вот, но, если что, вот, то, я надеюсь, я что-то вам объяснил, и, что вы не повторите таких ошибок, которых повторил я, вот, ну, и, наконец-то, я скажу всем пока, с вами был Мандрагор Муракс, и, скоро увидимся, надеюсь, и я не застряну еще на месяц, или сколько меня не было, я даже ничего не смотрел, ну, в общем, всем пока, пока. субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok,